Любое мероприятие во Дворце Республики это автоматически торжественность с налетом праздничности. И хотя Республиканский Педсовет это скорее традиционный важный разговор о стратегии развития важнейшей сферы, и все участники приехали, конечно, в первую очередь для того, чтобы продуктивно поработать, но все же за несколько минут до начала легкая атмосфера праздника присутствовала. Белорусская система образования, она сохранила все замечательные качества советского образования и плюс к тому же учла все тенденции нового времени, соответственно, наше образование идет навстречу детям, идет навстречу технологиям, идет навстречу жизни. Конечно же, самое главное, что мы должны добиться и подготовить высокофицированного специалиста, который бы оказывал медицинскую помощь на самом высоком уровне. Для этого у нас все есть. Ну и те показатели, конечно же, наших иностранных студентов, которые хотят приехать к нам, у нас более тысячи заявок только пришло в этот университет в этом году для обучения иностранных специалистов. У нас есть все, и все зависит от нашего желания работать на новом уровне качества. Государство все 30 лет нашей белорусской государственности уделяло колоссальное внимание системе образования. Мы не растратили в эпоху реформ, мы создали прекрасную материально-техническую базу. У нас есть люди, у нас есть знания, у нас есть система научно-методической работы. Есть приоритеты и цели. Наша система образования работает в соответствии с потребностями экономики. Самый главный, конечно, ресурс – это человеческий, это наши педагоги, которые стремятся. Педагоги – не урокодатели, а педагоги, которые действительно стремятся сделать будущее наших детей лучше. Предвкушали все и обращение президента к педагогам – это уже тоже традиция перед новым учебным годом. Хотя первый теоретически тревожный не звонок, но звоночек для учителей был в том, что в программе выступление Александра Лукашенко значилось завершающим. То есть глава государства намеревался сразу послушать доклады и только затем отрезюмировать. Начал доклад министр в основном о том, как выполнено поручение президента за 2021 год, цитата, «перезагрузить систему образования». И вроде как действительно было перезагружено. Школы стали готовить к учебному году весной, а не летом. Довели до толку централизованный экзамен, внедрили новый формат профориентации. С учетом важности подготовки квалифицированных кадров для экономики страны, в новом формате проводим профориентационную работу с участием заказчиков кадров и родителей наших школьников. С прошлого года открыли инженерные классы. Возрождаем престиж рабочих профессий. Второй год подряд увеличиваем наборы в колледже. Растут проходные баллы, которые не уступают вузам. Еще Андрей Иванец говорил об обновлении учебников, об успешном сотрудничестве с заказчиками кадров, о семье, которая главная в воспитании детей, об уроках трудовой дисциплины, которые важны, и о пересмотре членства в детских массовых организациях без формализма. Это все было хорошо, и речь министра участники педсовета встретили аплодисментами. А вот дальше начался действительно педсовет. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей Иванович, в результате вашего доклада сложилось впечатление, что вообще нет проблем. Помню, с давних времен мы проблемы обсуждали на подобных собраниях. Но проблем нет. Они же знают, лучше нас с вами эти проблемы. Проблемы действительно есть, их нигде не может не быть, а собираются как раз, особенно на уровне главы государства, чтобы решать проблему, а не в очередной раз отчитываться о достижениях. Министр сходу назвал таких три. Ставку нужно больше делать на воспитание детей, а не на еще большее обучение. Престиж учительской профессии недостаточно высок, а в ученике нужно видеть не трудовой ресурс, а шире человеческий капитал. Президент уточнил. Ну, Андрей Иванович, значит, учителя нет. Переборщили с обучением, надо воспитывать. Ну, вроде уже излишне даже обучаем. И, ну, согласно последнему тезису, вроде не то готовим. Другой нужен человек. Так тогда чем занимается образование и школа? Вы мне ответьте. Вы вот начали с того, что вы стойко, мужественно выполняете все вместе. Мое поручение. Помните, я сказал, что школа – это храм. Это выполнено поручение. Школьники приходят в школу с трепетом. Еще недавно эмоционально аплодирующая аудитория заинтригованно замерла в оглушающей тишине, потому что министр ответил – меры приняты, но сделано не все. Александр Лукашенко продолжил – если не сделано что-то, то сделано оно и кем-то. Есть у вас претензии к учителям? Не только каждый сидящий здесь в зале, но и каждый учитель в нашей стране понимает те задачи, которые стоят перед ним, какую отдачу сегодня от системы образования ждет государство и какой конечный результат мы все вместе должны получить. Спасибо, спасибо. Я понимаю, это общественность наша сама себе аплодирует. Это хорошо. Хорошо, что вы оцениваете положительно. Значит, в школе у нас, если еще не все, то впереди абсолютно идеальная школа, порядок. Ну, будет храм. Пока нет еще. Так точно, товарищ президент. Почему я вам задаю эти вопросы? Я хотел почувствовать. На самом деле меня дезинформируют или информируют неправильно по поводу того, что на вас вот эта зараза начала распространяться в виде фальсификации каких-то. Вы уже, вот у меня здесь прямая речь, вы уже в Министерстве образования все начинаете структурировать. Так, вот мы проверили, что-то там не так. Вот это докладываем правительство. Вот это Петришенко вице-премьеру. Вот это еще кому-то. Но ни в коем случае, чтобы до президента не дошли. Как это понимать? И дальше президент, когда вся аудитория уже настроилась на действительно Петсовет, продолжил на примере и на самом важном. Вы вот говорите, в вузах у вас все прекрасно. Но вы мне скажете, сколько вы в вузы не добрали в этом году студентов? Всего в вузы в этом году мы не добрали порядка 870 человек. При этом порядка 500 человек – это сельскохозяйственные специальности, соответствующий профиль. И порядка 120 человек на дневную форму получения образования в вузы инженерно-технического профиля. Ну, то, что нам крайне сегодня надо. Недобор инженеров и специалистов сельского хозяйства. При этом, если и следить за логикой президента, а не ограничиваться одним лишь сегодняшним мероприятием, эта проблема не столько вузов и министерств образования, сколько страны в целом. Система школ и университетов в Беларуси финансируется и поддерживается государством. Для решения же тех задач, которые нужны государству. То есть, если речь про 100 молодых ребят, хорошо, если у всех будет высшее образование, и все будут действительно умными. Но нужно, чтобы образование у всех было такое, которое приведет их именно на те предприятия, где государству нужны умные выпускники. Это, в свою очередь, даст развитие производств всей экономики и страны в целом. То есть, Александр Лукашенко пытается достучаться. Нужны нужные специалисты, а не любые. Юристы, философы и историки тоже нужны, конечно. Это хорошо. А как без инженеров будем? Юристы и историки ни электромобиль не создадут, ни атомную станцию не построят. И глава государства всех нацелил на предметную работу с главной целью. Как еще больше интегрировать систему образования в реальную экономику страны? А пока она интегрирована недостаточно. Если ради этого собрались, здорово. Если просто формально прозаседать, а зачем? Нас, конечно, покажут по телевизору красиво, что мы вот настроены. А проблемы-то останутся. И проблемы эти от нас с вами. И вот здесь четко прослеживается то, что президент в эти неспокойные времена, а не неспокойные, кажется, пытается донести до всех в стране, а не только до педагогов. Что касается стратегических вопросов, Александр Лукашенко, конечно, все их решит. И проблемы своего уровня разрулит. А вот проблемы уровня Министерства образования должны на уровне образования и решаться. Причем нельзя сказать, что в сфере все плохо. Даже скорее наоборот. Но нужно смотреть шире и дальше. Я вижу динамику. Да, мы достигли небывалых высот. Никто об этом не думал 20 лет тому назад, что мы можем достичь этих высот. Но если мы не увидим, что у нас формируется долгосрочного порядка проблемы, мы рухнем в ту же бездну, в которой были после распада Советского Союза. Мы это должны видеть и не надо ретушировать. Не надо это скрывать. Я с вами вместе живу в этой жизни, в этом обществе. И я вижу, что происходит. Темнить, врать или приукрашивать ситуацию не надо. Не надо. Ситуация вокруг очень сложная. Никогда вокруг Беларуси не было такой сложности, как сейчас. Никогда. И страну надо удержать. И все хотим быть суверенными и независимыми. А как ее удержать? Надо думать всем. А не только президенту. Мог бы, наверное, добавить Александр Лукашенко, но не стал. Но по сути именно так. Сложно ли решать проблемы где угодно? Наверняка. Но для этого и есть на примере сферы образования курирующий вице-премьер-министр с заместителями и целым министерством. В помощь всегда администрация президента, обл и райисполкомы, вплоть до директоров школ и учителей. Александр Лукашенко продолжил о сложностях на примере санкций, про которые он говорил, что их нет. Но почему так говорил? Потому что санкции есть. Если бы я начал ныть и говорить санкции, 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 то Андрей Иванович вообще бы ничего не делал. Сложил руки и оправдывал свою бездеятельность. Ну я его говорю, министры, сверху вниз до вас. А что санкции? Беда. Ничего делать не надо, все равно помрем. Я это имел ввиду, что все забыли, что есть санкции, что надо работать и развивать страну. Прошло время, и все вы не заметили это, и все подумали, что и санкций нет. Есть жесточайшие санкции, тяжелейшие времена. Нам приходится не просто произвести, произвести, мы научились, а продать это. У нас открытая экономика, и мы страдаем очень серьезно. Все страны с открытой экономикой очень страдают от этих санкций. Я это говорю к тому, чтобы вы поняли, что мы живем в сложнейшее время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет, что эти бешеные на западе там готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения. Это ведь касалось далеко не только педагогов, а вообще всех страней. И от того, как сработают все, не перекладывая ни на кого сверху, свои обязанности, зависит будущее страны. Не нами создана эта ситуация, а особенностью нашего расположения между Востоком и Западом. Вопрос или-или. Нам сейчас советуют, подкидывают, страны, ну слушай, на меня все это выливается. Давай ты вот тут отступи, там освободи. Освободи. И заканчивая, да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь вот воевать с Украиной против России. Открой границы, мы войска НАТО под Смоленск заведем. Это все, что я могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу. Не потому, что я что-то скрываю. Я не хочу, чтобы вы излишне напрягались. Все остальные вопросы, это мои вопросы. Я часто говорю, сделайте свое дело, а я буду делать свое дело вместе со своими коллегами правительствами, высшими должностными лицами. Зал Дворца Республики крепко призадумался. Очевидным стало, что поручений высшего уровня сегодня будет мало, а будет больше вопросов, что сделано для решения проблем. Начались доклады, и нельзя сказать, что призыв президента говорить первично о проблемах был услышан на 10 баллов. Но Александр Лукашенко всегда уточнит. Например, у директора школы из Борисовского района о том, хороша ли сегодня система с выпускными централизованными экзаменами. Что недостает? Какие недостатки у этой системы? То, что касается централизованного экзамена, я считаю, что на сегодняшний день этот вопрос отработан с учетом тех замечаний, которые мы же выдвигали и говорили в предыдущем году. Разноуровневая система, то есть пятый уровень введен в централизованное тестирование. Это позволило разграничить учащимся их возможности и способности. То есть этого не хватало реально. То есть мы это почувствовали, и в этом году эта градация действительно хороша. Затем заговорили о колледжах устами одного из его директоров. Тут тоже появились вопросы. Когда-то объединили условно ПТУ и среднеспециальное учреждение. Как сработало? Не стало ли меньше желания у детей идти на тяжелые рабочие профессии? Вместо склонности к чуть более офисным и охотно ли система образования отдает лучших из лучших в рабочих специальностях? Александр Григорьевич, где-то грешу. Оставляю у себя, отправляю учиться в вузы тех ребят, которые стали победителями конкурсов профессионального мастерства по трудовому обучению. Поэтому лучших из лучших я задерживаю у себя. Но учатся они заочно. Ну а министр, как полагает, вот это объединение, что оно дало и какие недостатки мы имеем в этом плане? Все-таки для наших абитуриентов, а это, как правило, выпускники девятых классов, очень важна в том числе и внешняя оболочка. Если сегодня для родителей ребенок говорит, я иду в колледж, это для него, мы понимаем, звучит достаточно престижно. Но мы фактически в ручном режиме отслеживаем, чтобы все директора колледжей не уменьшали набор на уровень профтех. Потому что такой соблазн есть. А все, что в ручном режиме, не системно, значит в теории проблемно. И проблемы, если есть, чаще уж точно не в детях, а во взрослых. Особенно, когда взрослые недостаточно прикладывают усилий для того, чтобы сделать необходимое для детей. Что вы не видите, что мы прилично зажрались. И все, ой, молодежь у нас, ой, какая хорошая молодежь. Молодежь такая, какие мы. Мы делаем эту молодежь. Но везде она хорошая. Всегда. Что мы врем друг другу. А там президент все решит. Я не могу решить за вас то, что вы должны решить. Поэтому берите власть в этой стране и действуйте. Мое дело вас направить и подсказать. А вы вперед, вперед, вперед. Особенно это важно, когда касается молодого поколения. То, что некоторые сильно хотят за границу, считая, что там райский сад, кто виноват? Западная пропаганда, конечно. Еще виновными называют чиновников, школы с университетами, телевизор и так далее. А по сути, значит, все не доработали, если позволяем оболванить через гаджеты наших детей. Президент на примере задержания во Франции владельцем мессенджера Телеграм Павла Дурова и не только. Вот там лучше во Франции. Ну, увидели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы, не дуровы, виноваты, иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они. Два года тому назад Путин мне рассказал одну историю, связанную с французами, с Макроном. Говорит, разговариваю по телефону. И он, говорит, меня начал упрекать, Макрон, Путина, что вот там у тебя друг в Беларуси, политзаключенная. После выборов этот был разговор и так далее. А у них же бушевала Франция, желтые жилеты там, помните? Они мочили там, не глядя на то, женщины, не женщины, а крывавленные. И Путин рассказывает, слушай, а я ему говорю, Эммануэль, ну ты посмотри, что в Франции творится. Вы же, говорит, без разбору бьете всех, там женщины и прочее. А ты упрекаешь Лукашенко, а он говорит, так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура. Если поверили и куда-то побежали к ним наши люди, это ведь плохо. Тем более, когда могли были и не должны были бежать, а сейчас бегут обратно. Наши беглые побежали после 20-го года. Кстати, должен вам сказать, что побежали и те, кто и бежать не должен был. Никаких претензий ко многим в Беларуси не было. Ну, побежали. А сегодня тот же вал сюда, возьмите нас. Пожалуйста, есть швед, Андрей Иванович, генпрокурор, есть комиссия, идите туда. Мы им говорим, зачем в диктатуру, вы в свободной стране живете. Прибежали, посудомойкой. Учитель, врач, посудомойкой. Диктатор, Лукашенко, возьми обратно. Ну, конечно же, берем. Свои же люди, может быть, умнее стали. Ну, так вы им расскажите и сами поймите, что вот на этой земле ваши корни. И вернулись к проблемам строго системы образования, которая, впрочем, составной элемент национальной экономики, докладывал ректор Гонельского госуниверситета. Недобор вузе, да? Серьезная проблема. Мысль не покидала. Вот вы все, что говорили здесь. Это так должно быть или у вас есть на самом деле? Александр Григорьевич, докладываю. Значит, мы в этом году увеличили цифры приема на 100 мест. И 80 из этих относительно прошлого года набрали. Мы недобрали 20 человек. Наша вина, недоработка, безусловно. Система, о которой я говорил, это не утопия. Это то, что выстроено в университете. Мы сейчас пересмотрели многие принципы. И уже по этому году, да, недобор по контрольным цифрам, но тем не менее мы видим динамику. Вам придется взять на себя эту вину. Потому что у других категорий людей и у власти есть много наиважнейших вопросов, которые надо решать. Я бы вас попросил, чтобы вы решили эту проблему. Вы и ваши подчиненные в вузах. И это категорически важный посыл президента и в Гомеле, вообще по всей стране. Александр Лукашенко прямо говорит, что решать проблемы нужно всем сообща, а не ждать, пока их решит глава государства. Далее уже был его доклад. Как всегда предметный, о том, как важна сфера, какие бывают в ней проблемы от очередей при поступлении до школьной формы, как государство только за три года направило в сферу 3 миллиарда рублей. Построено и отремонтировано 73 учреждения, плюс добавится еще 9 до конца года. Школам купили аж 700 автобусов. Везде есть доступ к любым информационным ресурсам. Государство взамен просит очень понятное. И это то, о чем говорится на любом совещании во Дворце Независимости. Сверхидея, достижению которой подчинены все решения, принимаемые на таких совещаниях, развитие прорывных технологий, открытие новых отраслей. Для этого нам нужны квалифицированные кадры, способные креативно мыслить, решать нестандартные задачи, перенимать передовой опыт, внедрять его в реальное производство и социальную сферу. Без качественной системы образования, ориентированной на реальный сектор, прорывных идей в реальном секторе не будет. Это очевидно, но и очевидно, что так быть не должно. Проблемы и сложности есть. То заказчики кадров недорабатывают, то школы с университетами, то и те, и другие. Но система должна работать. Лучший выпускник должен приходить на лучшее госпредприятие для лучшего КПД для страны. Со своей стороны государство поможет и ростом зарплаты жильем. Политику жилищного строительства мы начали пересматривать, серьезно пересматривать. Приоритет будет отдан арендному жилью. Если надо вузу, если надо школе, если надо колледжу, заводу, фабрики, люди, мы им окажем поддержку в строительстве жилья. Они должны иметь возможность предложить тем людям, которые хотят у них работать, в том числе и жилье. Я уже не говорю о нормальной заработной плате. Знает президент из разных источников и про те проблемы, которые, возможно, и решены где-то на бумаге или в отчетах, но только там. Одна из них легендарная. Слишком большое количество у учителей всяких бумаг и отчетов. Просто стыдно про это говорить, про эту бюрократическую писанию. Я думаю, Андрей Иванович, вы после этого разговора примете радикальные решения. Учитель не должен заниматься каким-то барахлом. Он не должен писать какие-то отчеты, которые не нужны. Есть материалы, которые учитель должен представить. Я больше на эту тему разговору слышать не должен. Примите лично решение. При этом Александр Лукашенко понимает, времена поменялись. Меняться надо и педагогам. Гаджеты – зло, конечно, но если ими неправильно пользоваться. А технологии всегда в помощь, если справиться с ними. Дети другие тоже, понятно, как и родители. Да, родители тоже другие. Или самоустранившиеся, или излишне требовательными являются. Хотя, чтобы школа сделала из их чада новых Эйнштейнов. Но авторитетный педагог сумеет сделать их всех союзниками в образовательном процессе. Ну, по крайней мере, это ваш крест. Будет тяжело, но очень интересно. А еще очень нужно для страны и на будущее. Президент обрисовывает пять пунктов стратегии того, как будет модернизироваться система образования. Вот как видят генералы от образования, дальнейшие пути до настройки. Первое. Престиж профессии. Учитель должен быть больше, чем святым человеком в школе. И прежде всего, вы должны это сделать. Вы должны этого захотеть. А мы должны оказать всяческую поддержку. Все, что касается темы неблагополучных семей, условий жизни, социально уязвимых детей, профилактической, организационной работы, бросить учителя один на один с этими вопросами, мы никому не позволим. Никуда не годится, чтобы прокуроры и госконтроль чаще ходят по отдельным школам, чем начальники от образования. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе. Патриотизм. Фундамент образования. Сделано немало. Работу надо продолжать. Тем более, здесь вранья немало. И надо помнить, патриота может воспитать, как я говорил, только патриот. Третье. АПЛОДИСМЕНТЫ Таланты должны оставаться в нашей стране. В следующей пятилетке создадим образовательный хаб мирового образца, не хуже Гарварда. Например, на базе одного из факультетов в БГУ построим самый современный кампус. Четвертое. Профессии будущего. Слабо работаем с направлением развития специальности, которое находится на стыке нескольких дисциплин. Например, телемедицина, агрокибернетика, биохакинг. Пятое. Для нас важнейший экономический показатель экспорта. Почти не готовим специалистов с навыками внешней коммуникации, умеющих толкаться локтями на жестких внешних рынках. А должны. Должны. Это не всегда звучит на таких совещаниях вместе со «спасибо», но тем не менее. Обсуждали, конечно, сегодня многое, но это и внутрисистемные вопросы, которые резонно подробно обсуждать уже после принятых решений. Предложения, кстати, стихи на сегодня тоже были. От вроде как простых. Я бы хотел предложить повысить статус республиканского смотра «Мастер года», который сейчас идет в Республике Беларусь, до уровня конкурса «Учитель года в Республике Беларусь». Спасибо. На первый взгляд, дельное предложение, но мы его изучим. Спасибо большое. До вопроса, который кое-где бурлит у старшеклассников. Мол, если для поступления нужны только 3-4 дисциплины, то может все остальные уроки в выпускных классах отменить? Президент ожидаемо резко против. Может, стоит учащимся 10-11 классов предоставить такую возможность выбирать для изучения только те предметы, которые необходимы им в дальнейшем для обучения в УЗИ. Хотя лично я придерживаюсь устоявшейся модели обучения. Ну, если вы, Светлана, в этом убеждены, то я думаю, что так оно и должно быть. Ибо мы превратимся в тех американцев, с которых иногда смеемся. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, вы вот этот вопрос задали. Я вообще его первый раз слышу. Я думал, у нас нет таких проблем. А коли они появились, и вам, Светлана, и другим, особенно классным руководителям, на корню надо это уничтожать. Наша школа должна давать, ну, если уж не такие огромные, обширные познания мира, но достаточные для того, чтобы жить в обществе и общаться с другими. И когда вопросы иссякли, президент подытожил. Даже объяснил, он бывает вынужден быть жестким, потому что только так достигается нужный результат. А результат сейчас в стране, и именно сейчас, а не завтра, очень нужен. Я, может быть, жестковато где-то с вами разговаривал, но я хочу, чтобы вы поняли. Это не потому, что, ну, я как-то принизить хочу вас, вот вашу роль и прочее. Я даже не все сказал, то, что думаю про своих учителей, потому что, ну, я очень надеюсь на вас. Только учитель может провести ту политику внизу, которую я хочу, чтобы она проводилась. Только вы. Поэтому я говорил о том, что вы никого не должны бояться. Вы хозяева в этой стране. Как только дрогнете, все, завтра готовьте лапти, плетку нам уже подготовили. И это максимально доходчиво. Результат нужен ради суверенитета. А это удовольствие дорогое, особенно сейчас. Все его хотим. Все ли ради этого делаем все возможное? А надо и в приоритет всегда ставить интересы своей страны. Будет ли тяжело? Само собой. Но это стоит того. Мы должны сохранить эти земли для наших детей. Будьте сильными в этом плане. И в этом плане вы всегда получите мою поддержку. Спасибо вам. Президенту по итогу вручили и подарки, обновленные пособия по философии и учебник по истории. А по сути, подарили президенту выполнение его же распоряжения. Что хорошо, конечно, и таких бы подарков побольше от всех. Но еще лучше, чтобы выбор подарка был как можно чаще от самих дарящих. Сейчас так надо. Игорь Тур, Влада Корницкая, Сергей Янковский, Илья Валюк. Наши новости ОНТ.